Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. Это мой блог о жизни, путешествиях и эмиграции в Аргентину и не только. И вот сегодня, 2 августа, один год, как я переехала в Аргентину, поэтому нет повода не выпить. Я вчера сварила себе вот такой классный компотик из айвы, сливы, маракуйи и апельсинов. Всем чин-чин! Кстати, кто еще не подписан на мой канал, не забывайте вон там вот внизу подписываться, чтобы не пропустить все самое интересное. А сегодня у меня, можно сказать, такой выпуск, подвиждение итогов, как же прошел этот мой первый год в Аргентине. Итак, первый вопрос. Почему же все-таки Аргентина? Вы знаете, уже год прошел, но у меня вот нет такого однозначного ответа, почему все же Аргентина. Как я только приехала, у меня был выпуск о том, почему я переехала в Аргентину. И вот здесь я вам поставлю ссылочку. Кто еще не видел, смотрите. Там я философствую на эту тему, может быть, обоснование для себя вы найдете. Ну вот просто была у меня такая прихоть. Почему я переехала именно 2 августа? Это тоже дату я подбирала осознанно, поскольку 2 августа – это день рождения моего сына, поскольку мой сын – это один из моих лучших проектов в моей жизни. Поэтому я посчитала, что 2 августа – это самый удачный, самый счастливый день в моей жизни. Поэтому для своей эмиграции в Аргентину я тоже выбрала эту дату – 2 августа. Так что вот там вот в комментариях также можете поздравить с днем рождения моего сына и меня, как маму этого замечательного сына. Как же прошел этот мой первый год в Аргентине? Так, давайте обо всем по порядку. Но первое, что прежде всего волнует абсолютно каждого эмигранта, из чего начинается каждая эмиграция – это жилье. За первые 4 месяца я сменила 6 мест жительства в городе Буэнос-Айрес. Плюс, помимо этих 6, еще было 2 отеля. Пока, наконец-то, в декабре я не переехала вот сюда, в свою Сан-Исидоровку, как ее называли. Сан-Исидра, пригород Буэнос-Айреса, где, наконец-то, мне понравилось. И здесь я себя чувствую очень комфортно и прекрасно. Первые вот эти 4 месяца, которые я скиталась по домам, квартирам, отелям, мне во многом дали понимание этого города. Потому что я жила абсолютно в разных районах. Я жила в загородном каунтри-клаве. Я жила в одном из самых дорогих районов Палермо. Я жила, я редко об этом говорю, но у меня был экспириенс небольшой, 3 дня я жила на одной из виш, да, или трущобы. Я жила в районах миддл-класса, среднего класса, там, где живут обычные работяги. Я жила в микроцентре. Я за эти 4 месяца, первые 4 месяца, исколесила весь Буэнос-Айрес. Это не были попытки найти свое место, потому что на тот период у меня просто были попытки где-то вообще жить в Буэнос-Айресе, поскольку к моему приезду этот вопрос не был правильно решен. Но этот экспириенс мне дал понимание этого города, поэтому когда меня упрекают, что я не знаю Аргентину, потому что живу только в благополучных районах, то вы ошибаетесь, потому что я жила везде. И поэтому видела Буэнос-Айрес с разных сторон. Даже были вот такие периоды, когда вызываешь такси, а мне говорят, мы к вам не подъедем, вы выходите на трассу, там мы вас и подберем, или когда там приезжали в такие районы, за мной и у таксистов вот такие вот глаза были, как это можно такую белую сеньору видеть в таком районе. Так что жизнь Буэнос-Айреса я познала абсолютно со всех сторон. Но, как уже повторюсь, в декабре я выбрала вот эту вот квартиру. В Сен-Исидро я ее сняла абсолютно пустую, здесь даже не было лампочек, и вот ее потихонечку обустраиваю, делаю на свой вкус. Второй очень важный вопрос, который волнует абсолютно всех эмигрантов, это язык. Да, я приехала в Аргентину уже, зная испанский язык, так как у меня были за моими плечами 10 лет жизни в Испании. Но в Аргентине абсолютно другой испанский язык, другой диалект, свое наречие. И можно даже так сказать, что первые два месяца я больше слушала. Я не могу сказать, что ни с кем, да, я общалась, очень много общалась. Но основной моей функцией в коммуникациях было это все-таки слушание, понимание местного диалекта. Иногда мне это давалось очень трудно. Мне, в принципе, и сейчас, когда я много путешествую по Аргентине, бывает так, что, извиняюсь, пар из ушей валит, когда я слушаю людей в других регионах Аргентины и понимаю, дай бог, если 50% из того, что они говорят. Так как Аргентина большая, да, это 23 провинции, в каждой провинции есть свои особенности. И вот, когда ты много путешествуешь, уже начинаешь понемножку понимать, привыкать. Еще раз повторюсь, первые два месяца мне давались очень тяжело здесь в плане языка. Ну, в принципе, я уловила основные моменты, потренировалась. Тут самое главное не стесняться общаться, да, открывать рот и говорить. А иногда немножко и сдерживать себя, поскольку очень много таких языковых нюансов, которые вас могут поставить в не очень красивое положение. Но здесь тоже, ну, наверное, все-таки главное здесь качество не тушеваться. Ну, потому что аргентинцы, они же тоже понимают, что есть классический испанский. И некоторый сленг, который здесь не очень красиво звучит в Испании, это могут быть обычные слова, употребляемые в нормальной речи. А что касается языка, здесь я еще хочу сказать, что аргентинцы, в отличие от испанцев, используют наиболее обширный словарный запас. И поэтому я могу сказать, что за этот год в Аргентине в испанском языке я продвинулась намного больше, чем в Испании за 10 лет. Потому что, по большому счету, в Испании, ну, я не знаю, как говорят некоторые учителя иностранных языков, что достаточно знать 300 базовых слов, чтобы объясниться все, что вы хотите кому-то сказать на этом языке. Но, наверное, вот про Испанию это так и есть. В Аргентине у вас этот финт не пройдет. И поэтому, общаясь с аргентинцами, у меня начали из моего подсознания подниматься воспоминания до того периода, когда я сидела за учебниками, учила там эти десятки-десятки и сотни слов, которые я в Испании не использовала. А в Аргентине я снова начала употреблять весь этот словарный запас, который я когда-то изучала и в Испании абсолютно не использовала. Поэтому мой испанский язык, еще раз повторюсь, здесь за год продвинулся намного больше, чем за 10 лет в Испании. Это большой плюс. Ла-ла-ла. Почему так? Это может некоторых удивить. Я на своих экскурсиях, кстати, очень часто рассказываю, что одним из таких для меня больших и положительных открытий про аргентинцев, это то, что аргентинцы очень много читают. Огромнейшее количество книжных магазинов. Огромное количество книжных магазинов, где продают книги, как это правильно сказать, уже бывшего употребления, да, или секонд-хенд. Очень много аргентинцев читают. Я думаю, что вполне возможно и из-за этого их словарный запас намного больше. Иногда бывает утром заходишь в метро, и половина людей в вагоне читают книги бумажные, не электронные, не торчат в своих телефонах, а люди читают бумажные книги. Для меня это вот просто огромнейшее открытие. Много тех людей, которые хотят с тобой поговорить на очень философские, интересные темы, обсудить книги, обсудить какие-то события невероятные. И это, естественно, обогащает твой словарный запас, улучшает твою практику общения на языке. И это мне очень нравится, за что я аргентинцам, кстати, очень благодарна. Друзья. Следующая тема. Это друзья. Несмотря на то, что я человек по жизни очень закрытый, у меня нет большой необходимости иметь большое количество друзей. То есть я человек, который живет своим закрытым миром, мне хорошо в моем этом миру, и у меня нет большой необходимости иметь огромный круг друзей. Но это с вами. В Аргентине такое не пройдет. В Аргентине у меня большое количество друзей образовалось, как среди самих аргентинцев, так и эмигрантов из других стран Латинской Америки. У меня много русскоговорящих друзей, в основном это те, которые приехали так же, как я в этот же период эмиграции. И людей из более ранних этапов русской эмиграции вы уже у меня некоторых из них видели на моем YouTube-канале. Недавно, вот буквально где-то неделю назад, у меня даже произошла здесь интересная встреча. Я когда лет 12-13, не помню, когда я там на Facebook регистрировалась, у меня первые все френды на Facebook, они были именно из Латинской Америки. И вот я на днях развиртуалилась с одной такой своей аргентинской подругой, с которой мы, друзья, только были в соцсетях, в интернете лет 13-14. Недавно встретились, это была такая теплая встреча, как будто вот два родственника, давно не видевшихся, встретились. Нам так всегда, нам так хотелось друг друга обнимать, держать за руки, но это просто невероятные чувства, вот настолько теплые аргентинцы, такие вот прекрасные встречи здесь происходят. Это девушка была, если что. Так, следующий вопрос, который всегда волнует в эмиграции, это работа. А здесь мне, конечно, во многом было легче, поскольку в Аргентину я приехала со своими проектами, со своей работой. Это прежде всего онлайн-работа моя как нутрициолога, я как помогала людям переходить на правильное питание, так этим продолжаю заниматься. Единственное, что улучшилось в моей работе, среди моих клиентов появились еще и аргентинцы, которым я помогаю правильно питаться, улучшать свое здоровье, для некоторых помогать в борьбе с лишним весом. Даже были у меня замечательные случаи, когда благодаря моим консультациям людям даже во многом удавалось улучшить свое здоровье, за счет того, что снижали уровень сахарового крови. Это прямо вот такое для меня приятное достижение. Но все равно основная моя работа – это туризм. Несмотря на то, что у меня уже в Испании был мой опыт десятилетней работы в туризме, здесь пришлось в Аргентине все налаживать по-новому. В Аргентине немножко другой стиль у меня работы. В Испании мне было все понятно. Я приезжаю за туристом в аэропорт, сажаю его в машину и катаю до потери сознания по всем красотам Испании в зависимости от наших договоренностей, смотря на сколько человек приехал. В Аргентине здесь немножко все по-другому, потому что, чтобы узнать красоты Аргентины, нужно использовать больше самолет. Аргентина – огромнейшая страна. Аргентина – это восьмая в мире по своей площади страна, поэтому, чтобы здесь увидеть все красоты, нужно использовать самолет. Они не всегда и везде летают, там, где мне хочется. Поэтому немножко другие алгоритмы должны срабатывать при построении маршрутов. Уже как бы у меня все обкатано, все хорошо. Были сначала первое время трудности, непонимания. Но поскольку теперь я сотрудничаю с местным туроператором, который на этом рынке в Аргентине уже практически 30 лет, то все эти процессы мне даются намного проще. Все-таки работать с компанией всегда лучше, чем биться одному в эту стену. Так что эти процессы у меня тоже налажены. Следующий вопрос, особенно больной для Аргентины – это деньги и банковская система. Скажу честно, откровенно, это тот вопрос, который меня по сегодняшний день немного раздражает. Вы прекрасно знаете, что в Аргентине несколько курсов валюты. Даже не знаю, что еще на эту тему сказать. Банковская система далека от совершенства, но потихоньку я с ней воюю, разбираюсь. Есть свои победы, есть свои поражения. Ну вот недавно как-то разговаривала здесь с одним местным гидом. Он говорит, а что тебя раздражает? Почему ты в этом видишь проблемы? Пока в Аргентине есть белые-черные курсы валюты, тем, у кого доходы извне, жизнь в Аргентине обходится намного дешевле. В принципе, я с ним в этом согласна, и меня немножко начинает попускать. Просто вот нет того комфорта, который был в Европе, когда, ну, во-первых, ты по всей Европе путешествуешь, нормально работает твоя карта, везде там курс одинаковый, потому что просто валюта одинаковая. Нет такой инфляции, от которой нужно спасать местную аргентинскую валюту и так далее. Ну, такой вот вопрос щепетильный, но с этим можно жить. Как тут говорится, когда не можешь изменить ситуацию, да, изменить просто свое отношение к ситуации, вот этот, в принципе, разговор с одним из моих местных коллег мне немножко помог. Хотя, конечно, хотелось бы в этом вопросе чуть-чуть больше цивилизации, если так можно сказать. Ну, тогда Аргентина не будет такой Аргентины, которая наявляется, и что меня, в принципе, здесь держит, это как раз этот драйв. Что еще могу сказать? Пффф, какая-то мушка. Путешествия по Аргентине. За этот год я посетила порядка 12 провинций, всего в Аргентине 23 провинции, поэтому здесь еще есть куда двигаться, есть куда совершенствоваться. И за время этих путешествий, что я могу сказать? Я вообще не ожидала, насколько это красивая и разнообразная страна. Увы, но на русскоязычном интернет-пространстве практически нет информации, правдивой информации, насколько эта страна красивая, невероятная. Здесь столько всего интересного, что вот просто сколько, куда я не приезжаю, вот этот эффект, вау, как красиво он меня не покидает. Мало того, сам Буэнос-Айрес, насколько красивый, и как он меня поразил. Да, я неоднократно говорила, что первые там пару месяцев Буэнос-Айрес мне не давался, я его не понимала. Мне не подходил этот климат, когда я приехала, и тут была ужасная засуха, влажность воздуха была 30%, а я приехала там, где вечные, не знаю, 80-100 градусов, 100% влажности, по новой училась дышать, мне казалось, что этот город загрязнённый. Но когда я начала жить в правильных районах, когда я начала ходить в правильные районы, когда я начала изучать этот город, когда я начала брать экскурсию местных гидов, которые мне показывали красоту этого города, я поняла, блин, насколько же это красивейший город, ну почему абсолютно нет на русскоязычном интернет-пространстве всей вот этой информации, насколько прекрасен Буэнос-Айрес, ну почему вот эти вот блогеры, миллионники, они постоянно зациклены на том, чтобы показать весь негатив, чтобы показать всякие помойки, трущобы, бедноту и так далее. Я, кстати, на это, по этому поводу, скоро ещё сниму один ролик, потому что вот только что вернулась из большого путешествия по нескольким провинциям Аргентины, и в одном из самых красивейших, малодоступных, редко посещаемых туристами мест, но от этого не менее прекрасным, я увидела наклеечку той мною нелюбимого одуванчика, Илюши Варламова, который показывает вам только помойки о Буэнос-Айресе и об Аргентине, а сам путешествует по очень красивым местам, но вам этого не показывает. Почему это такое происходит? Кто не подписан, подписывайтесь, сниму скоро этот видосик и вставлю видео, которое я там записала в этих местах, по которым он путешествовал, который вам не показывает, а это те места, где вот просто, как говорят, увидеть Париж и умереть. Нет, по мне, увидеть провинцию Сальто и умереть настолько красивые места, что словами не передать. Я вам покажу лучше это видео. И несмотря на то, что вот я сама, когда собиралась в эмиграцию в Аргентину, я очень много смотрела видео, фотографии, да, я видела краем глаза некоторые фотографии, что есть очень красивые места в Буэнос-Айресе, но я не представляла, насколько это красиво. Я даже вот не понимала, у меня на Фейсбуке есть одна подруга, которая живет в Испании, Вика Ёжикова, которая до этого несколько лет жила в Буэнос-Айресе. Она все время писала, «Боже, какой Буэнос-Айрес красивый, боже, какой замечательный город!» Я так думаю, ну, город замечательный, но ты почему-то все равно в Испанию переехала. Значит, есть там не все так замечательно. И не понимала ее, пока вот сама не приехала, собственными глазами все это не увидела. И что я хочу на эту тему сказать, вы знаете, я просто счастлива, что мне получается влюблять моих туристов в Аргентину, в Буэнос-Айрес, что мне удается вызывать у них вау-эффекты, и уезжают они из Аргентины с прекрасным пониманием, насколько красивая и интересная эта страна. Так, что еще, что еще у меня случилось за этот год? Ну, вот я взялась за свой YouTube. Мой YouTube-канал, сейчас я точно не помню, он или в 14-м, или в 15-м году я его завела и пользовалась им так. Найдет вдохновение, там, сниму 2-3 ролика, загружу и забуду. Там пройдет еще пару лет, еще что-то сделать. Вот, я плотно взялась за свой YouTube. Это стало одним из моих увлечений, это одно из моих хобби. Я полностью сама делаю, монтирую свои ролики. Что еще там делаю? Составляю сценарии, пишу, записываю, монтирую, накладываю звуки, музыку. Единственное, что делает мой сын, я ему делегирую, это делать обложки. Все остальное делаю сама. И это один из моих новых навыков, который, кстати, держит меня в тонусе, позволяет мне, стимулирует больше искать интересной информации и так далее. Это вот как бы мое увлечение. И за время проживания в Аргентине количество моих подписчиков увеличилось более чем в два раза. Кстати, кто меня смотрит без подписки, подписывайтесь вот там. Тогда вы будете, тогда вы не будете пропускать мои новые интересные видосики. И не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, пишите, на какие темы вы хотели бы еще увидеть видео на моем канале. И если это будет созвучно, с моими желаниями, я их для вас сниму. Очень важный вопрос в эмиграции, который я всегда для себя примеряю, это чувствую ли я себя здесь, как дома. Здесь, скажу честно, в Аргентине у меня еще не пришло чувство себя дома. Чувство дома для меня до сих пор ассоциируется с городом Сантандером в Испании и с Кантабрией, да с этой провинцией в общем. Когда я смотрю фотографии, ну каждый день практически, когда вот я же листаю ленту, да, в Инстаграме, подписано там на некоторых популярных блогеров, как в Аргентине, так и в Испании, в Кантабрии. И вот этот просмотр фотографии, я когда на них смотрю, да, из Сантандера, из Кантабрии, вот это вот чувство дома у меня наплывает. Назвать это чувством ностальгии я, наверное, все-таки не смогу. Ну, нет у меня особо такого чувства, наверное. Но есть в Аргентине места, в которые я приезжаю, я ловлю вот этот вот вайб, я понимаю, что здесь мне настолько классно, что если я здесь задержусь немножко, если я здесь поселюсь, у меня вот это вот чувство возникнет. Таких мест у меня на сегодняшний день два пока. Но я же сказала, я же не все провинции еще посмотрела, я ровно половину только посмотрела. И вот я сейчас живу в Буэнос-Айресе, в пригороде Буэнос-Айресе. Да, мне здесь нравится, да, мне здесь комфортно, и меня в этом городке, где я живу, меня, в принципе, все устраивает. Но нет тут чувства, что это вот мое-мое, и нет вот этого чувства дома, которое для меня очень важно. Но Буэнос-Айрес, это ведь не вся Аргентина. А Аргентина — это не Буэнос-Айрес. И еще раз повторюсь, уже у меня есть два места, где у меня вот вибрации возникают совершенно по-другому. Я там чувствую что-то такое свое родное. И еще у меня много впереди путешествий по Аргентине. Я знаю, что в скорости я выберу то место, про которое я смогу сказать. Вот здесь я себя в Аргентине чувствую как дома. Но пока я об этом вам не скажу. Потому что, конечно же, работа прежде всего меня держит в Буэнос-Айресе. И пока никаких вопросов о переезде из Буэнос-Айреса у меня не возникает практически. Следующий вопрос, он как бы из этого, из предыдущего вытекает. Ностальгия. Это тоже один из самых часто спрашиваемых у эмигрантов вопросов. Скучаешь ли ты по дому? Знаете, в общей сложности в эмиграции я уже 12 лет. За эти 12 лет у меня никогда, где бы я ни жила, не возникало желания вернуться в Россию. Несмотря на то, что я люблю Россию, я себя чувствую россиянкой. Я не имею ничего против. У меня вообще нет никакого негатива против моей Родины. Просто я там уже прожила больше 40 лет. Для меня это просто достаточно. Мир огромный. Я его хочу посмотреть. Поэтому вот этих вот соплей, боже, а там мне было лучше, а я хочу домой, а я хочу к мамочке на ручке. У меня не возникает, поскольку я считаю, во-первых, скорее всего, это из-за того, что у меня достаточно насыщенная жизнь. Мне просто некогда этими розовыми соплями, ностальгическими, не страдать. Для меня жизнь в России осталась где-то настолько далеко позади, что, по большому счёту, я её уже мало помню. То есть, вот бывает иногда, я вот когда слежу за иммигрантами, вот они с какими-то проблемами сталкиваются и начинают сравнивать, а как бы это было в России, или как бы они эти вопросы решали в России. У меня такого нет. Если я, бывает, с чем-то и сравниваю, я сравниваю с Испанией прежде всего. Как этот вопрос решается в Испании, или сколько это стоит в Испании, и так далее. Ну, тоже не очень часто. И, кстати, вот не буду кривить душой, месяца два-три назад у меня возникало чёткое желание вернуться в Испанию. Я уже даже были у меня определены даты, когда я собиралась вернуться в Испанию. Но Аргентина меня настолько затянула, что всё-таки взвесив все за и против, посоветовавшись с сыном, поскольку он у меня главный советник и директор моей жизни, я всё-таки решила остаться в Аргентине окончательно и строить здесь свою жизнь. Я не говорю, что в Аргентине вот до последних дней моей жизни я здесь умру. Нет. Но на ближайшие годы моё решение — это жить здесь, в Аргентине, строить свою жизнь в Аргентине, потому что на сегодняшний день плюсов в своей жизни я здесь вижу намного больше, чем минусов. Есть минусы? Да, конечно, есть, потому что я всегда говорила и говорю, что нет в этом мире идеальной страны, где были бы только плюсы. плюсы и минусы есть абсолютно в каждой стране. И уже другой вопрос, как вы ко всему к этому относитесь, да, ваше отношение к этим плюсам и ваше отношение к этим минусам. Для меня, в принципе, все минусы, они как-то уже сгладились. Все те негативные стороны, которые я здесь видела первое время, которые чем-то, возможно, меня даже раздражали, я к ним просто привыкла. Они для меня стали нормой жизни. И вот сейчас меня спросить, что меня особо не устраивает в Аргентине, я даже особо сказать этого не могу. Ну, вот это я уже перечислила. Немножко там банковская система желает, оставляет желать лучшего. Да, по-прежнему для меня водители местных автобусов являются главным злом Аргентины. Я никак не могу привыкнуть к тому, что на пешеходном переходе у тебя нет никаких преимуществ. Но это, кстати, связано больше с тем, что я проживаю в Сан-Исидро. И здесь все-таки вот те люди, которые непосредственно живут здесь, в Сан-Исидро, они все-таки чаще пропускают тебя на пешеходном переходе. А вот залетные, особенно с Буэнос-Ареса, нет. И переходить дорогу каждый раз нужно такой вот щелчок делать. Лена, подожди, ты в Аргентине, здесь тебя никто... У тебя нет никаких преимуществ на зебре. То, что тебе горит там зеленый или белый свет, это еще ничего не значит. Я иногда это забываю. Это вот так. Ну, скорее всего, это моя, наверное, проблема. Просто к этому надо привыкнуть, быть осторожнее и так далее. Так же, как и любимая всеми тема криминала. Да, просто нужно быть осторожнее, осмотрительнее. И это не о том, что нужно все время ходить вот так вот сумкой, сжавшись. Этот может быть бандит, этот меня сейчас согревает. Нет. Наоборот, чем увереннее себя вы чувствуете, чем вы раскрепощеннее, тем меньше вы привлекаете к себе внимание. Да, у меня, кстати, есть несколько нарядов, которые я до сих пор не одевала. И я понимаю, что в этом там на улицу не стоит здесь выходить. Ну, вот поеду там в театр, еще куда-нибудь там с подружками какой-то. Арт-выход надела там, такси заказала, поехала. И в таком не в поезд, там ни в электричку, ни в автобус ты не зайдешь. А в Испании это я себе могла позволить, здесь нет. Ну, таковы реальности. Что поделаешь? Было бы плохо, я бы уехала в Испанию. Ну, я еще раз повторяюсь, я приняла для себя решение, я остаюсь, Аргентина меня устраивает практически во всем. Так, что еще хотелось бы рассказать? Ну, вот, кстати, я вернулась к своему детскому, можно сказать, увлечению. Я опять в Аргентине начала вязать. Я вязала с пяти лет и пока не переехала в Испанию. В Испании я тоже первый в этом год вязала, но в Испании вязала пряжа, она такая дорогая, что я это увлечение свое забросила. Для меня, в принципе, вопрос какого-то творчества в жизни, он очень важен. И вот вязание для меня творческий процесс. И, кстати, я в Аргентине к этому вернулась. И это, кстати, очень хороший показатель для меня. То есть это мое душевное какое-то равновесие, спокойствие. То, что меня удовлетворяет, прежде всего удовлетворяет потребности моей творческой личности, я считаю, что это очень хороший показатель. Гастрономия. Вот я себе здесь, я же шпаргалки себе пишу, всегда гастрономия. В моем, естественно, если я живу в Аргентине, то в моем рационе увеличилось количество мяса. Мяса именно говядины, да, потому что в Аргентине мясом называют говядину, только говядину. То есть свинина, это не мясо, курица, это тоже не мясо. Стало есть больше мяса, стало, в моем ассортименте появились новые рецепты из говядины, но для меня по-прежнему самое вкусное мясо это на севере Испании, самая вкусная говядина на севере Испании, в стране Басков, в Кантабрии, в Астурии. Но я здесь, в Буэнос-Айресе, нашла баские рестораны, и когда мне хочется настоящего баскова чулетона, я туда иду и наслаждаюсь хорошей старой говядиной, которая отвечает всем моим вкусовым потребностям. Потому что телятину, молодую говядину, я не очень люблю. Это не мое, но это не значит, что она худшая. Да, еще раз повторюсь, это моя точка зрения, это мой вкус, который я себе привила за 10 лет работы гастрономическим гидом в Испании. Что еще? Грабли с русскими друзьями, да, мне пришлось еще раз на эти грабли наступить, сделала определенные выводы, поэтому еще один мой шаг к мудрости, наверное, можно назвать этот так. Пожалуй, на этом у меня сегодня все. С вами пока болтала, еще раз повторюсь, пила компотик из сливы, айвы, апельсинов и маракуйи, а сейчас пойду со своими подружками в красивое место отмечать мой первый год в Аргентине. Всем пока-пока, кто не подписан на меня, подписывайтесь, и до новых встреч на моем канале. С вами была ваша Елена Вивас из Аргентины. Субтитры сделал DimaTorzok